Пятница, 25 октября. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко на телеканале Белсад. В студии для вас работает Алла Перумова и вот главное к этому часу. Два человека пострадали в результате российской атаки на Херсон минувшей ночью. Под ударом оказался многоквартирный дом в центре города. Кроме того, до 15 шахедов было уничтожено этой ночью над украинской столицей. Об этом сообщили местные власти. В одном из районов Киева из-за падения обломков беспилотника загорелась трава и деревья. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших. Всего за ночь над территорией Украины было сбито не менее 36 беспилотников, сообщают воздушные силы ВСУ. В свою очередь, в российском Минобороны отчитались о сбитии семи дронов и одного летающего шара. По сообщению министерства, по три дрона были сбиты над Азовским морем и Белгородской областью, один над Брянской областью, а малоразмерный воздушный шар ПВО уничтожило над Ростовской областью. В лагере Артек в оккупированном России и Крыму заметили детей из Германии, Финляндии, Франции и других стран Европы. Об этом сообщает немецкий портал Т-Онлайн. Дети провели в лагере три недели. Подтверждение этому можно найти на веб-сайте лагеря и в материалах российских пропагандистских СМИ. Во время пребывания в Артеке подростки встречались с наемниками ЧВК Вагнер, которых обвиняют в многочисленных военных преступлениях, а также представителями правящей партии «Единая Россия». Пока неизвестно, как именно дети из стран ЕС попали на полуостров, который Евросоюз считает территорией Украины. Законный въезд в Крым возможен только с украинской территории. Международный уголовный суд обвинил Монголию в нарушении римского статута за отказ арестовать Владимира Путина во время его визита в страну в сентябре. Суд передал дело Монголии на рассмотрение Ассамблеи стран-участниц статута. Каким в итоге будет наказание, пока не ясно. Однако ранее в МУС говорили, что Ассамблея вправе принять любые меры, которые сочтет целесообразными. Напомню, что ордер на арест российского президента выдан в марте 2023 года в связи с обвинениями в незаконном вывозе детей из Украины. Правительство России выделит более миллиарда рублей для поддержки бизнесов в Белгородской, Брянской и Курской областях. Это чуть более 10 миллионов долларов США. Решение принято по поручению Владимира Путина, сообщает деловая газета «Коммерсант». При этом только из-за вторжения ВСУ в Курскую область ущерб местному бизнесу составил более 1 миллиарда 200 тысяч долларов, заявил замгубернатора Сергей Стародубцев. Это больше, чем годовой бюджет региона. Таким образом, российские власти готовы компенсировать менее 1 процента ущерба. Банк России принял решение по ключевой ставке. Она выросла. Не все экономисты согласны с тем, что увеличение ставки – это то, что сейчас нужно российской экономике. Одна из целей повышения ключевой ставки Центробанка – борьба с инфляцией. Но пока такой метод не дает ожидаемого эффекта. Инфляция остается повышенной. Россельхознадзор бьет тревогу. За последний год сливочное масло в России подорожало на 25 процентов. Средняя стоимость продукта сегодня составляет 206 рублей, свидетельствуют данные компании Атол, обрабатывающие сведения о розничных продажах по всей стране. В магазинах масло начали воровать, поэтому где-то его просто убирают с прилавков, а где-то хранят в защитных пластиковых боксах. Чтобы решить проблему, Россельхознадзор в срочном порядке разрешил поставки сливочного масла из Ирана и Индии, чтобы снизить цены на продукцию. В Молочном союзе России пожаловались, что если раньше масло импортировали из Новой Зеландии и Европы, то теперь поставки в основном идут из Беларуси. Однако этих объемов для населения России оказалось недостаточно. Вот так и вот так эксклюзивы. QR-код канала Вот так вы сейчас видите на экране в левом нижнем углу. А в описании под этим видео вы найдете ссылки на все наши информационные ресурсы, включая сайт whatdefistag.tv. 13 стран стали государствами-партнерами BRICS по итогам саммита в Казани. Одним из первых об этом рассказал Александр Лукашенко, который, однако, запутался в числе стран, получивших этот статус. Сама Беларусь тоже стала партнером, хотя претендовала на полноценное членство. Стать полноправным членом BRICS стремилась и Турция. Немецкая газета Bild утверждает, что Индия это заблокировала из-за тесных связей Анкары с Пакистаном. Однако в администрации президента Турции опровергли данную информацию. Там же в Казани Александр Лукашенко успел высказаться по поводу время от времени всплывающей темы вступления Беларуси в состав России. В интервью про кремлевской газете «Известия» он назвал это нереализуемым. По его словам, такое развитие событий может привести даже к войне. Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая-сякая. Мы вам будем помогать и дальше вступать в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным? Масса переговоров, контактов, личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял. Казахстан отмечает День Республики. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете. Президент страны Касым Жамарт Такаев принял участие в торжественной церемонии поднятия флага страны. На фоне празднования Дня Республики Министерство труда и социальной защиты населения страны подготовила любопытную статистику. По данным ведомства, за год в Казахстан вернулось более 14 тысяч этнических казахов. Половина из них переселилась из Китайской Народной Республики. 40% из Узбекистана, остальные из Монголии, Туркменистана и России. Всего с 1991 года на историческую родину вернулось более миллиона казахов. В субботу 26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. О том, какая обстановка накануне, расскажет наша корреспондентка Полина Евстафьева. Сегодня правительство объявило выходной. Официально это сделано по просьбе Центральной избирательной комиссии страны, чтобы учебный процесс школы, где открыто большинство избирательных участков, не мешал последним приготовлениям к предстоящим выборам. Тем временем предвыборные опросы рисуют неоднозначную картину. Согласно одним правящая партия «Грузинская мечта» получает большинство, более 60%. Согласно другим, оппозиционные партии в сумме набирают больше, чем мечта. Оппозиция готова в случае фальсификации со стороны действующей власти к уличным акциям протеста. Выходя из «Грузинской мечты», бывший премьер-министр, а не лидер одной из оппозиционных партий Георгий Гахария напрямую обратился к силовикам. «Я просто прошу вас и призываю служить государству и гражданам Грузии, а не партии и партийным боссам. Эти люди со своими украденными деньгами скоро сбегут из страны, а мы останемся лицом к лицу. Нам придется, как мы это уже делали раньше, защищать наше государство, достоинство граждан, их здоровье и право на спокойный сон. Я очень надеюсь, что вы выполните свою великую миссию. Дадите гражданам Грузии возможность сделать свой выбор в спокойной, независимой и свободной обстановке». Президент Грузии Саламе Зарубишвили не исключает, что ее лично в случае победы «Грузинской мечты» ожидает такая же участь, как экс-президента Михаила Саакашвили, то есть тюрьма. Ранее основные оппозиционные партии подписали предложенную Зарубишвили хартию. Если они победят, то обещают создать временное правительство, опинить все законы, которые препятствуют евроинтеграции, а также провести новые выборы. Полина Евстафьева для программы «Вот так». Напомню, в левом нижнем углу экрана вы сейчас видите QR-код, который ведет на один из наших телеграм-каналов. В данном случае это «Вот так» эксклюзивы, где мы публикуем наши эксклюзивные материалы. Подписывайтесь, если для вас это безопасно. Читайте и узнавайте обо всем первыми. Россия помогла хуситам наносить прицельные удары по целям в Красном море. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Москва делилась спутниковыми снимками с йеменскими хуситами. Данные передавались через иранский корпус стражей исламской революции. Власти России пока никак не прокомментировали публикацию. Это уже не первый раз, когда Кремль обвиняют в помощи хуситам. В августе американский институт изучения войны сообщил, что Путин хочет передать группировки, ракеты и другую военную технику. Напомню, что российские суда тоже пострадали от атак в Красном море. На северо-востоке Филиппин в результате тропического шторма погибли по меньшей мере 24 человека. Вызванные штормом трами масштабные наводнения и оползни обрушились на страну 24 октября и бушуют уже второй день. Стихия затронула более двух миллионов человек. Вашему вниманию кадры с места событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это были все новости к этому часу. Итоги дня с аналитикой и прогнозами смотрите в вечернем выпуске программы «Вот так». Я на этом прощаюсь с вами. Увидимся в следующих выпусках.